Так вы поняли, хозяин этого садового участка, Дмитрий Харитонович Токарев, человек увлеченный. Но о главном его увлечении речь еще впереди. Более 80 сортов винограда выращивает Дмитрий Харитонович. И 45 сортов плодоносят без укрытия, прямо в открытом грунте. 30-40 килограммов винограда – это минимальный урожай, который может получить садовод в Подмосковье. В этом глубоко убежден сам Дмитрий Харитонович Токарев. Трудности выращивания винограда в Подмосковье сильно преувеличены. Есть особенности выращивания винограда в Подмосковье, так же, как, скажем, и со всеми другими культурами. Скажем, со смородиной, малиной. Не зная этих особенностей, не вырастешь в хороший урожай ни малины, ни смородины. Так же и с виноградом. И нужно подобрать хорошо сорта. Для Подмосковья, вот сейчас, известно около 30 сортов винограда, который ежегодно плодоносит и созревает. Лучшие из них назову. Московский устойчивый, северный ранний, юбилейный Новгорода, это из белых. Мищулинский из черных. Космонавт, только что выведенный, превосходный сорт. Июльский, декоративный. То есть 30 сортов. Ну, вот, для начинающих не надо знать все 30, достаточно 6-7 сортов. Что же за особенности выращивания винограда в Подмосковье? Это, прежде всего, правильно составленная почва. Без специально подготовленной почвы на подмосковных глинах или суглинках виноград, как правило, не удается. В этом и основная причина неудач. И почему разочаровываются люди. А составить грунт просто. Надо взять песок, гравий, перегной и наш суглинок. В равных частях. Смешать это все и сделать вот такую гряду, чтобы она была 35 сантиметров выше остального грунта. И, значит, поскольку она составлена из таких вот составляющих, она получается водопроницаемая. Вода быстро уходит вниз через нее. Она получается воздухопроницаемая. Для корней достаточно воздуха. Она получается теплопроводная. Гравий и песок очень быстро отводят тепло от поверхности к корням. Ну и есть маленькие хитрости. Скажем, бутылки. Вначале они мной были применены как ограждение. А потом оказалось, что это ускоряет созревание. И на самом деле, в солнечный день пощупаешь, вот она, 50 градусов тепла на ней. А в ней воздух. И воздух идет к корням, теплый. А ночью наоборот. Значит, там вакуум. Воздух с поверхности, опять же теплый, проходит к корням и в бутылку. То есть, вот такое нефильное приспособление сохраняет, увеличивает количество тепла. Или вот эти вот штуки. Это отрезок железобетонной или поличереновой трубки длиной 20 сантиметров. А под ней гравий, примерно с ведром. И при поливе в эту трубку, удобрение или жидкие удобрения, или вода очень быстро впитывается корнями. И поверхность не увлажняется, что сохраняет тепло. В Подмосковье я из своего опыта заключил, что лучше всего одноплоскостная шпалера. Это высотой не более 2 метров. Через каждые 30 сантиметров проволока. Нижняя проволока на 30 сантиметров от поверхности земли. Это нам обеспечивает тоже поступление к гроздям большего тепла. Что можно сказать о формировке винограда? В Подмосковье применяем малую веерную формировку. Что это значит? Это короткий рукав 20-30 сантиметров. Короткая плодовая лоза на 5-7 почек. И лоза замещения на 2-3 почки. На будущий год эта лоза будет плодоносить, а на этой вырастут лозозамещения, а эта будет удалена на следующий год. Этот же так обрезанный куст в наших условиях легко укрыть. Я сейчас вам покажу это, как делается. Делается это осенью, в конце октября. И обязательное условие, чтобы лоза не соприкасалась с землей. При наших, при укрытии лозы на зиму, лоза не должна прикасаться с землей. Иначе будет выпривание почек. Не должна лоза прикасаться сверху и с укрывным материалом. Вот, скажем, рубероидом. Мы накрываем рубероидом. Вот таким образом подготовленная лоза. Снизу материал, значит, кустарник, сухой кустарник, сверху сухой кустарник. И мы, значит, накрываем рубероидом. И, чтобы ветром не снесло, каким-то подручным материалом придавливаем с боков. Укрытие закончено. Многих интересует, как размножают виноград. Его размножение мало отличается от смородины. То есть можно размножать зелеными черенками, отводками, одревесневшими черенками. Я укореняю вот в таких пакетах молочных. Для этого надо его обрезать к краешке, чтобы получить дренаж. Заполняется опилками. Обязательно прошпаривается кипятком крутым, чтобы обеззаразить. Опилки желательно хвойных пород. Затем берется лоза черенка прошлогодняя. Ну, такого типа. И у меня есть уже заранее подготовленные черенки, вырезанные из нее. И обрезается под нижним глазком на один-полтора сантиметра. А над верхним глазком два-три сантиметра. Верхний глазок. И у нижнего глазка делается полосование. Или бороздование. Для лучшего укоренения. Ну, надо это сделать так, чтобы не повредить нижний глазок. Подготовленные таким образом черенки вставляются в подготовленный субстрат. Вот таким образом. То есть наклонно. Вот так. Так, чтобы одна почка была на поверхности субстрата. И сверху накрывается. Хорошо проливается водой. И сверху накрывается полиэтиленовым пакетом. И устанавливается на батарею, скажем. Или в такое теплое место, где внизу было бы около 30 градусов. А вверху желательно поменьше немножко. На 5-10 градусов. Это хорошо на батарее получается. За счет стекающего с окна холодного воздуха. Если батарея очень горячая, то под него подставляется поддон и дощечка. Это, как правило, бывает достаточно, чтобы соблюсти такую температуру. Через 20-25 дней черенки укореняются. А в июне месяце подготовленный таким образом укорененный саженец высаживается на постоянное место или в емкости для ускорения плодоношения и испытания сорта. Мы не сомневаемся. Советы Дмитрия Харитоновича помогут садоводам-любителям сделать первые шаги в освоении необычной для Подмосковья культуры. А когда накопится опыт, можно будет перейти к более сложному делу – выращивать в тепличке крупноплодные, типично южные сорта винограда. Вот такой, как этот сорт кардинал. А это кишмиш уникальный, бескосточковый, сладкий виноград. Сорт, который получил ласковое название – Алешенькин. Такой он нежный, сочный, сладкий. И как знать, может быть, через несколько лет приусадебные участки украсят лозы с тяжелыми кистями винограда новых сортов, выведенных теми садоводами, которые смотрят сейчас нашу передачу. Продолжение следует...